Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам Casio ProTrek PRW-3001E. Данная модель поставляется в стандартных для ProTrek коробках, а конкретнее у нас здесь картонная коробка снаружи. Из нее мы достаем гарантию инструкцию в часах. Под вкладышем мы видим уже деревянную коробку. Вот так она выглядит. Ее открываем. Тут лежит вкладыш с набором функций часов и, конечно же, сами часы. Как вы заметили, модель у нас темного цвета с кодировкой цвета 1E. Также есть похожая модель с кодировкой цвета 1A, и все, что ее различает от этой, это контраст дисплея. То есть в этой модели отображается темный шрифт на светлом фоне, а в модели 1A наоборот, светлый шрифт на темном фоне. Я думаю, именно вот в этой модели 1E разглядеть что-то на дисплее будет намного проще. Вот. Ремешок у нас уритановый, мягкий. Сверху у нас металлический безель, выкрашенный в черный цвет. С этой стороны у нас три кнопки, с этой стороны две кнопки и встроенный сенсор. По внешнему виду скажу, что, к примеру, от модели PRW 1500 они отличаются, они стали более сдержанными по виду, то есть они не такие дутые, не такие большие, ремешок немножко уже, но и сами они тоньше. Но это никак не влияет на функционал часов, здесь стоит все тот же трипл сенсор, только уже модифицированный третьей версии. Это значит, что данные вот с этих специальных функций будут уже точнее. Перед тем, как перейти к работе трипл сенсора, давайте пробежимся по функциям, которые являются стандартными для ProTrack. Первыми в списке у нас время захода и восхода солнца, то есть тут у нас восход, ниже заход. Этими кнопками мы выбираем любой день любого месяца и время отображается. Далее у нас запись данных, то есть в данном случае отображается максимальная высота, на которой я пребывал. Дальше секундомер, таймер, 5 независимых будильников, мировое время и корректировка времени по радиосигналу. Вот так. То есть все как бы стандартно, во многих ProTrack эти все функции есть. А теперь давайте все-таки поговорим про работу трипл сенсора и про эти специальные функции. Я предлагаю начать обзор функций снизу вверх. Первым у нас по порядку идет высометр. На нем мы видим отображение высоты над уровнем моря, 428 метров. И снизу на дисплее показывается текущее время. Сверху, как вы видите, строится график, то есть если мы будем подниматься или опускаться, график тоже будет идти вверх или вниз. Также вместо этого графика можно настроить другие значения, показания точнее. Вот разница. И тогда у нас на верхнем дисплее будет выводиться разница относительно нашей первоначальной высоты. Так, далее у нас идет барометр и термометр. Итак, что у нас показывает? 963 гекта паскаля и 32,3 градуса по Цельсию. Единственное измерение можно поменять на дюймы ртутного столба или же фаренгейты. Сверху, как мы видим, тоже строится график. И по этому графику можно прогнозировать наше давление. А вот эта точечка справа показывает отклонение от прошлых измерений давления. Далее давайте проверим работу компаса. И сравнивать данные я буду с компасом на телефоне. Вот такие значения показывает наш компас. Как вы видите, все практически совпадает. То есть разбежка 1,3 градуса. И я думаю, это не так уж критично для часов. Если разбежки будут намного больше, то, во-первых, это может быть действие магнитного излучения. Или же неправильная калибровка компаса, которая выполняется здесь двумя способами. Также приведу в пример модель PRW 1500. Если вы помните, то на ней был вращающийся безель. То теперь он нам не нужен. Потому что теперь по кругу дисплея у нас такими отметками отображаются стороны света. Там, где их три, это направление на север. А остальные, соответственно, это другие стороны света. Сейчас давайте покажу, как часы смотрятся на руке. Как я уже сказал, ремешок здесь мягкий. Внутренняя поверхность немножко рельефная, чтобы на руке они не болтались. Вот тут у нас такие защитные элементы. Видимо, от попадания грязи. Вот. Ну и давайте их накину. Вот так это выглядит. Смотрится очень даже броско. Есть такая же модель в оранжевом цвете. Я думаю, это подойдет для тех, кто прям-таки любит привлекать к себе внимание. Но я думаю, эти часы тоже привлекут к множеству взглядов. Как-никак, PRW 3000. У часов заявлена 100-метровая водонепроницаемость. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы поплавать или понырять с ними. Также у них есть зарядка батареи от источника света. Индикатором заряда служит буквочка М снизу, как вы видите, что означает медиум, что заряд хороший и стабильный. Также для экономии заряда есть режим сна. Это значит, что если вы часами долгое время не пользуетесь, и они лежат у вас в темноте, функционал часов приостанавливается, и часы засыпают. Когда вы достаёте часы обратно на свет, все функции восстанавливаются, и часы начинают идти. Также присутствует функция автокорректировки времени. Часы эти я ни разу ещё не настраивал, а идут они точно. То есть они принимают радиосигнал, и по нему уже выстраивают время точное. Также у них есть хорошая люминесцентная подсветка. Её давайте покажу вам в темноте. Светит она, как вы видите, довольно ярко. Также, конечно же, есть функция автоподсветки. Включается она путём зажимания клавиши подсветки на несколько секунд. Тут у нас определённый индикатор загорается, и когда мы поворачиваем часы в тёмное время на 40 и более градусов, подсветка срабатывает. Чтобы не тратить батарею пузыря, функция не работает при достаточном освещении, и включается, если освещения недостаточно. И таким же образом это всё выключается. Сейчас, я думаю, самое время подвести итог. И скажу, что часы внешне мне очень понравились. Они стали немножко сдержаннее по виду. Смотрятся очень круто, гармонично, выполнены качественно. Всё вот, вот прям, ничего не люфтит, ничего не болтается, не шумит. Вот. Также мне понравился улучшенный трипл-сенсор. То есть показания стали действительно точнее. И работать стало с часами приятнее и легче. Ну и, конечно же, есть и обратная сторона медали. За время того, когда я пользовался этими часами, у меня, конечно, ничего такого не произошло. Но я сидел на форумах, и ребята писали, что всё-таки краска вот с этого безеля очень быстро облазит. А если модель ещё и какого-нибудь не тёмного цвета, к примеру, оранжевого, то ремешок начинает постепенно впитывать серые вот эти тона. То есть ремешок начинает темнеть. Я думаю, всё-таки, если с часами относиться бережно, то ничего такого не произойдёт. Но если учесть, что это всё-таки про трек, и они предназначены для экстремальных ситуаций, то это, так сказать, небольшой косяк. Но, опять же, раз на раз не приходится. Как вы видите, у меня всё хорошо, всё чисто, без всяких царапин. И я этим очень доволен. Если вам понравился мой обзор, конечно же, не забываем ставить лайк. Если вы ждёте следующего обзора, подписывайтесь обязательно на канал. И пишите в комментариях модель Casio, на которую вы бы хотели увидеть следующий обзор. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok